Поэтому, в принципе, можно сейчас тихонько пойти пить чай, и потом посмотреть чашку. Поехали. Значит, первый момент. Соответственно, ну там RStudio легко установить. То есть, если вы в Google набираете R, то первая ссылка, которая выпадает, это то, что надо. Там все кроссплатформенно, бесплатно и так далее. Ну, там легко найти, я не знаю. Дальше кликаешь там Download. Вот здесь вот кран. И не важно, какой репозиторий выбирать. Просто многие пугаются. Ну, и дальше там, в зависимости от вашей операционной системы, скачиваете. Точно так же RStudio. Если вы набираете, первая ссылка в Google на RStudio, это то, что надо. Ну, вот можно сразу кликнуть Download RStudio. И, соответственно, ну вот здесь можно сейчас. Ну, вот тут под Windows, под Mac, под Linux, то же самое. Ну, и третье вообще, что неплохо бы... Ой, а видно? О, ни черта не видно. Нормально. Да ладно. Ну ладно, на скринкасте нормально будет. На скринкасте будет классно. Ну, вот здесь видно, что здесь ссылки под разные инсталляторы. Вот. И, соответственно, еще одна вещь, которую надо все-таки поставить и так потихоньку осваивать, это тех. Значит, если у вас... То есть не надо думать, что тех, это только там, где математиком формулы набирать. Значит, если вы наберете тех.life, то тех.life, то тех.life, это значит такой дистрибутив теха под Windows и под Linux, то есть вот здесь можно тех.life и тут install. А если у вас Mac, то, соответственно, вам проще набрать Mac тех, он немножко получше заточен под Mac, но, соответственно, то же самое, открыто, бесплатно и так далее. Вот три составляющих, которые я предполагаю, что вы там, ну, как-то поставили, и я буду чуть-чуть рассказать. Вот. Ну, я начну, соответственно, общий дизайн. Зачем нужны эти три штуки? Значит, R, это, собственно, сам язык программирования для статистических задач, а RStudio, это красивая гламурная оболочка к нему, в которой вы должны просто работать. Ничего RStudio сам по себе без R не делает. R делает все, а RStudio, ну, такой красивый дизайн к нему. Ну, а текст, соответственно, позволяет набирать документы с большим количеством формул и позволяет реализовывать такую вещь в комбинации там с R и другими штуками, как грамотное программирование, когда вы пишете один документ, в котором вы пишете и команды компьютера, и человек читает или нет текста, а на выходе получаете готовый там PDF, HTML, презентации, где у вас, грубо говоря, текст выглядит примерно так. А сейчас мы построим график того-то. Дальше команда «Построй график того-то». Вы запускаете этот текст, и на выходе у вас получается готовый PDF или готовый HTML. Ну, может, даже, в принципе, Word, не побоюсь этого слова. Вот. И, соответственно, воспроизводимость исследователь от этого резко возрастает. Вы можете... Чуть-чуть поменял данные, нажал еще раз кнопку, у вас заново готовый документ, там, ваша курсовая или что-то еще. Ну, соответственно, поехали. Я запускаю RStudio. Значит, тут есть два режима работы... Ну, три режима работы, так, если быстро, очень. Один режим работы – консольный или диалоговый. Вот здесь есть... У меня, конечно, тут много мусора. Давайте я немножко приберусь. Так, как мне прибраться по-быстрому? А, вот я закрою проект просто. А, почему? А, потому что у меня в пустом проекте тоже куча всякого мусора. Так, 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 ужас. Вот. Ну, вот. Соответственно, у нас есть диалоговый режим работы, где мы что-то там пишем, не знаю, 3 плюс 6 равняется. И ответ сразу выходит. Там, не знаю, 7 плюс 9, Enter. Ну, понятно, что можно только арифметику делать. Вот. Ну, в таком режиме работать не очень интересно. Интересно нам написать какой-то большой скрипт, и он забабахает что-то мощную ядерную бомбу. Вот. Соответственно, чтобы писать скрипт, мы вот делаем вот здесь вот плюсик есть, или файл, new file, rscript. Или вот здесь вот плюсик, rscript. Вот. И открывается окошко, где можно набрать много команд. А потом, соответственно, их там сохранить для дальнейшего использования, что самое ценное. Потому что здесь в диалоговом режиме, ну, выполнил, ну, как бы оно пропало, получил результат какой-то. Так, хорошо. Ну, соответственно, давайте начнем работать в консольном... Вот скрипт будем писать. Ну, значит, тут начинаем. Давайте сначала поработаем с векторами и матрицами. Давайте создадим вектор. Сейчас у нас, Игорь, давай имя вектору. Анова. Нет, анова нехорошо. Анова тоже можно делать. Давай нова. Нова, 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 нова. Нова. Вектора пишется вот значком c. c это сокращение от concatenate. Соответственно, вот если я напишу 5, 6, 7, там, 9 и минус 3.4. Разделение десятичное. Это целая и десятичная какая-то дробная часть с помощью точки. Вот, и, соответственно, в скрипте, вот если я тут что-то набираю и вектор там, не знаю, бета, это c, там, 1, 5, минус 3, na и 42. Вот, если я тут набираю, ничего не происходит. То есть, как бы, ну, набрал, набрал. Вот, соответственно, могу редактировать этот текст. Ну, это как письмо. Пока вы его там вот не отправите, не запустите, ничего не произойдет. Соответственно, чтобы запустить какую-то конкретную строчку, можно встать в любое ее место. Неважно, в какое там, не надо там подруливать к концу, тратить время на это. Встал в любое место и окей. И, соответственно, в зависимости от операционной системы нажать либо Ctrl-Enter под Windows, либо Command-Enter под Mac. То есть, если я нажму там у себя, там, Command-Enter, то у меня код исполнится. Вот, компьютер никак не реагирует, но, как бы, я его попросил создать вектор, он выдал вот здесь приглашение, что, ну, создал вектор. Если я хочу посмотреть на вектор, ну, или на любой другой объект, не обязательно на вектор. Набрал его имя и нажал, ну, Ctrl-Enter или Command-Enter. Нажал, хоп, и он его показывает. Могу показать вектор бета. NA – это специальное слово для пропущенных данных, поскольку, ну, там, не только в экономических задачах. Очень часто бывает, что, когда вы обрабатываете реальные данные, у вас там, ну, респондент оказался отвечать, или данных за этот год нету, или там был, там, условно, выходной день, там что-то не торговалось. Ну, NA – это такое, not available, стандартное сокращение для пропущенных данных. То есть, я могу корректно складывать вектора одинакового размера. То есть, я напишу нового плюс бета, то у меня выйдет вот такая сумма. Естественно, при складывании девятки и NA эту операцию, как бы, компьютер выполнить не может, поэтому он выводит NA. Окей? Так, поехали дальше. Значит, что еще? Ну, там, какие-то операции, естественно, срабатывают, типа, ну, понятно, что там по точечному умножению. То есть, если я помножу нового, помножить на бета, да, это у меня будет произведение двух векторов. Окей? Давайте, ну, с векторами будем считать разобральность. Понятно, что можно посчитать какую-нибудь функцию, там, у вектора есть, типа, максимальное значение, там, минимальное значение, там, среднее значение. Как вы думаете, как будет сумма? А можно вопрос? Да. А для X-код нужен для работы корректно? Что? X-код нужен для корректной работы? Нет. У меня на X-код почему-то как следует? Ну, я думаю, что X-код для каких-то вещей нужен, но я думаю, что для большинства задач не нужен. Ну, как мне кажется. Может быть, для разработки, поскольку R – это открытый софт, то там любой желающий может дописать свой пакет. Ну, там, свои функции сделал, или там, курсовой, или что-то еще. И для разработки своих пакетов, может быть, X-код нужен. А что тебя смущает X-код поставить? Да нет, я просто то же самое делал, у меня не работал. А, поэтому у меня был X-код до... А, ну, поставь-то, да. Ну, странно вообще мне казалось, что зачем ему X-код. И что-то мне не очевидно, зачем мой X-код. Вообще, ну, а идея. Так, хорошо, ну, поехали дальше. Значит, ну, будем считать, что... Да, еще полезна такая штука – длина вектора. Вот. Длина вектора. Длина вектора – это, в смысле, не в линейно-алгебраическом, а в... Как это? Ну, в смысле, число элементов. В таком программистском смысле. Хорошо, ну, давайте дальше. С матрицами. Как сделать матрицу? Если у нас есть какой-то вектор, вот, например... А, ново, оно длины 5. Давайте возьмем вектор длины какой-нибудь 6. Давайте возьмем ново 2. Это будет ново добавить число 9. Вот. Ну, и ново 2 – это такая уже вектор длины 6. И, соответственно, если у вас есть вектор, ну, какой-то длины такой вот типа 6, то вы его можете упаковать в матрицу 2 на 3, 3 на 2, 6 на 1, 1 на 6. То есть у вас 6 чисел, вы их можете упаковать в матрицу 6 на 1, 1 на 6, 2 на 3. Ну, понятно. Вот. Соответственно, давайте сделаем матрицу А. Матрицу А из вектора ново. То есть мы возьмем вектор ново 2. Ново 2 – это в котором 6 элементов, вон они там сбоку. И запакуем в матрицу, в которой будет row – это количество строк, ну, пусть будет 2 строки. Вот. Соответственно, это тот же самый вектор ново 2, только по-другому упакованный, по-хорошему. Вот. Упаковка, причем, происходит по столбикам. Ну, то есть вот она там 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 9, минус 3, 4, 9. По столбикам. Тик-тик-тик-тик-тик. Заполнилось. Давай. Можете еще раз объяснить 15-ю строчку. 15-ю строчку. Я взял… С – это конкатенейт, то есть склеить. Соответственно, взял вектор ново. В нем было 5 элементов. Раз, два, три, четыре, пять. И склеил, еще добавил элемент… А, еще плюс один элемент 9. И в векторе ново 2, вот если я встану на строчку 16 ново 2 и нажму Ctrl-Enter, то у меня получится 5, 6, 7, 9, минус 3, 4 и еще один элемент 9. Окей? Вот. Ну, а это тот же самый вектор, только по-другому упакованный, по-хорошему. Могу упаковать в другую матрицу, то есть могу тот же вектор ново 2 упаковать в матрицу, в которой будет 3 строки. Вот B – это матрица, в которой 3 строки, тот же вектор, только по-другому упакованный. Вот. Соответственно, матричное умножение. Здесь реализовано два умножения. Одно такое поэлементное. Вот если я наберу A помножить на A, вот такой знак умножения, то это будет поэлементное умножение. То есть, ну, как бы первый-первый умножается на первый-первый. То есть, это не линейно-алгебраическая. А линейно-алгебраическая, ну, тогда A на A я не могу помножить, потому что надо 2 на 3 умножить на 3 на 2. Согласны? Ну, я могу, например, A линейно-алгебраический помножить на B. Здесь немножко другой значок для умножения. Вот такой вот. Не знаю, видно его, не видно. А в процент умножить процент. Вот. Ну, соответственно, это вот такое линейно-алгебраическое умножение. Соответственно, это... Как его назвать? А, matrix. Product. Ну, или там B на A. Понятно, что результат будет другого размера. Какого размера будет B на A? Да, в матрице B было 3 строки, 2 столбца. В матрице A было 2 строки, ну, 3 столбца, поскольку 6 элементов паковали. Да, B на A будет 3 на 3. Ну, соответственно, это тоже matrix product. Так, хорошо. Давайте B на A как-то обзовем матрицей C. Да, значок присваивания можно писать просто равно, но стильным считается вот такое присваивание не с помощью равно, а с помощью стрелочки. Почему такое присваивание считается более стильным? Мы, собственно, программистам Google, которые работают в R, ну, не только программистам, там, в основном, аналитики работают в R, им стилевой гид говорит, используйте такое присваивание. Вот, поэтому мы тоже так будем делать. Соответственно, C это, ну, такая матрица. Окей? Нормально? Почему не используют обычное равно? Чтобы, ну, так яснее, в общем, так яснее, что куда засунуто. Вот, результат засунут в объект C. Норм? Поехали дальше. Можно решать, обращать матрицу, решать линейные уравнения. Если я напишу solve C, то у меня... А, нет, потому что правильно, она же необратимая. Да, ну, вот я попробовал обратить необратимую матрицу, вот, и, соответственно, получил результат. Естественно, когда я перемножал матрицу 2 на 3 на 3 на 2, у меня ранг результирующей матрицы мог получиться максимум 2, а сама матрица размера 3 на 3, значит, она необратимая. И вот, когда я попробовал ее обратить, она сказала, что вот singular, то есть вырожденная матрица. А вот если я попробую матрицу А помножить на B, давайте ее назовем буковкой D, кликнем... Да-да-да, спроси. Почему она необратимая? Почему она необратимая? Потому что курс линейной алгебры уже закончился, и все все забыли. Смотри, а матрица B какого размера? Матрица B я уже не помню. 3 на 2. Матрица А какого размера? 2 на 3. Когда ты умножаешь... Матрица 3 на 2, какой рамок может быть максимальный? 3 на 2. Да. Как? Число линейно-независимых строк или столбцов. У нас есть теорема, которая говорит, что неважно, можно считать рамок по столбцам, считать число линейно-независимых столбцов, можно считать число линейно-независимых строк. Ну, да, то и то. Соответственно, будет, но раз 2 столбца, то максимум 2. У той, у А, какой рамок максимальный? Тоже 2. Ну, де-факто, у нас 2, правильно? Потому что у нас явно у этой матрицы, если посмотреть на матрицу А, вот она, у нее видно, что строки непропорциональны, то есть нет линейно-независимых строк, вот. Поэтому рамок равен 2. Когда ты умножаешь матрицу рамка 2, на матрицу рамка 2, какой максимальный рамк может получиться у произведения? Какой? Тоже 2, правильно. Соответственно, здесь вот, когда я умножал матрицу Б на А, у меня получается матрица размера 3 на 3, а рамк у нее, то есть число линейно-независимых строк или столбцов, 2, ну или меньше. Окей? Если рамк 2, а матрица размера 3 на 3, значит, у нее определить 0, потому что у нее есть линейно-зависимость 3. Вот, поэтому у нас не получилось обратить С, но вот если, ну вот с матрицей D все будет окей, потому что матрица D, она 2 на 2, рамк у нее 2, и вот если я здесь напишу не solve C, а solve D, то получится, ну вот обратили матрицу. Solve это значит обратить матрицу. Почему solve? Потому что это такая универсальная команда, которая позволяет заодно решать систему уравнений. Например, я хочу решить систему уравнений D помножить на X равняется B. Ну давайте я задам вектор B, вектора мы уже умеем задавать. Inverse. Да, это inverse matrix. Вот, хочу решить вот такую систему, D на X равно B. Соответственно, задал вектор правых частей, ну пусть будет 7 минус 3, а потом я могу написать solve D, запятая B. То есть я могу писать, вот если пишу просто solve D, то это просто обратная матрица, а могу сразу систему решить. Вот, соответственно, это я X нашел. Что, кто-то что-то помнит, Калина? Можно просто, если не нажали на матрице, в этом матрице вам B2, то какой-то максимальный ранг получит? Два. Да. Ранг произведения не превосходит... Диниматого ранга? Да. Потому что вот те, которые вам не нажали, не превосходит. Можно меньше получить. Ну, например, если взять... Можно меньше получить. Но больше нельзя. Так, хорошо. Значит, это научились. Ну, точно так же можно находить собственные векторы, собственные числа. Если я напишу eigen... Ну, допустим, найду у матрицы D. А, вот. Заодно мы видим, значит, что... Ну, тут у нас матрица не симметричная, матрица D, поэтому у нее собственные числа получились комплексные. Ну, и как сразу видно, что нормально работает с комплексными числами. Вот здесь вы знаете, 73,8 плюс 21 помножить на i, да? И 73,8 минус 21 помножить на i. То есть, комплексными числами... Ну, давайте возьмем какую-нибудь симметричную матрицу, чтобы а то как-то... Ой, я боюсь комплексные числа, когда собственные числа падают. Это страшно, да? Вот, давайте возьмем симметричную матрицу. Давайте возьмем матрицу S, которая будет симметричная. Это будет матрица, в которую я запакую 5, 1, 1, 9. Ну, в две строчки запакую. Черт, тут такое маленькое разрешение. Вот, матрица S. Вот, чтобы все представляли, матрица S такая симметричная матрица. 5, 1, 1, 9. И спроси, спроси, спроси. Что вы сделали? Когда? В какой момент? В 40-й строчке. В 40-й строчке мы создали матрицу. Куда запаковали 5, 1, 1, 9? В сколько строчек? В две. Это мы просто создали матрицу. А это что мы сделали этой командой? Показали ее. Правильно. Вот, просто чтобы привычнее было. i, gen, s. Команды можно разбивать на несколько строчек после логичных мест. Например, после запятой вы можете любую команду разбить на две строки. i, gen, s. Это мы попросили компьютер посчитать сразу и собственные числа, и собственные векторы. У матрицы два собственных числа. 9, 23, 4, 7. Первый собственный вектор с столбиком, который соответствует первому собственному числу. Второй собственный вектор, который соответствует второму собственному числу. Ну, давай сделаем матрицу с одинаковыми eigenvalues, но никаких проблем, будет два одинаковых. Давай возьмем матрицу заведомо с одинаковыми собственными числами. Ну, такой матрик, матрикс, не знаю, 5, 0, 0, 5. Да? Пойдет? Да. Очевидно, что там два... Ой, только это не s, давай будет. А это пусть будет ss. ss, это вот такая матрица, 5, 0, 0, 5. Eigen ss. Соответственно, нашел два собственных числа и два разных собственных вектора, соответствующих к этому числу. Первое число 5, это 0, 1, и второе число 5, это 1, 0. Ну, то есть, что? В смысле, если меньше существует, то я думаю... Слушай, давай попробуем сообразить. Я думаю, что он в комплексное уйдет в такой ситуации. То есть, я думаю, что он выдаст... Ну, давай попробуем. Хотя нет, 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 в комплексное... Да, кстати, самому интересно. Давай ss, 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 matrix. Сейчас, что мы придумаем? Нам надо пятерочку, пятерочку, а там единичку поставить, правильно? 5, 0, 1, 5, да? Вот нам такой вектор нужен, правильно? Чтобы реализовалась та ситуация, про которую ты спрашиваешь. И опять две строчки. Давай посмотрим. Вот ss, это вот такая матрица. Ну, давай посмотрим, что скажет. Мне самому интересно. Да, видишь, соответственно... Чего? Нет, ну, научной записи не надо пугаться. Давай научной записи не будем пугаться. Ну, то есть, он нашел два, финиш, людей на зависимых. То есть, еще раз, не надо пугаться научной записи. Минус один, ты-ты-ты-ты-ты, е, 0, 0. Это в чем сейчас начали научной записи? Минус один. Да, умножить на 10 в какой-то степени. То есть, е минус 15 означает умножить на 10 в минус 15 степени. Е, 0, 0 умножать. Ну, то есть, говоря простым языком, вот это вот, это минус 1. А вот это вот, если говорить простым языком, то это сколько? Это 0. Ну, 10 в минус 15 степени, это очень мало, это 0. Да, ну, то есть, в данной ситуации R нашел один, а второй численно нашел, как бы, но понятно, что он линейно зависим с первым. Так, хорошо. Что, дальше? Так, дальше давайте. Значит, что там с матрицами? Ну, понятно, что там можно посчитать определителю матрицы, можно, я не знаю, посчитать, что там можно посчитать. Я не помню, след можно посчитать. Ну, просто. Да. Он ее исполняет, но в коммант-центрной матрицы можно сразу считать, или в консоли можно работать? Смотри, если ты все-таки в консоли работают, ну, так, скорее редко. Обычно ты работаешь в скрипт, но ты можешь много набрать, а потом все запустить. То есть, когда ты, ну, то есть, понимаешь, у тебя же такой, ну, исследовательский режим, ты вот что-то попробовал так, попробовал так, попробовал сяк, а потом какой-то вот в результате код получился, в результате экспериментов, тогда уж его весь запускаешь. А так да, но на самом деле это очень быстро, тебе же не надо, смотри, еще раз, не надо позиционировать никуда курсор, где стоит там и нажимаешь, и он автоматом переведет на следующую строчку. То есть, вот, чтобы исполнить, там, даже весь этот код от начала того, что я начал набирать, ну, вот сколько у меня уйдет, можно засечь, вот я нажал Command, да, я Command прям, ну, или Control, и, соответственно, я его не отпускаю, только по Enter тюкаю. Ну, я быстрее, чем за минуту, я думаю, я справлюсь Всё, я успел Это я всё от самого начала исполнил Он, поскольку при выполнении смещается на следующую строчку Это удобно И не надо думать, где курсор стоит Я мышкой не подвожу Ой, надо в конец встать Можешь, конечно, несколько выделить Если я выделю несколько Я могу нажать один раз И весь выделенный блок запустить Или там сразу есть вариант Слушайте, а вот здесь вот Поскольку редко этим пользуется Ну вот в общем можно тоже запустить Но у меня из-за мелкого разрешения Вот run, есть run, можно вот тут кликнуть Так, хорошо, что у нас еще есть? Trace есть или нет? Я не помню Нет, а так Или это другой смысл будет? Нет, это будет другой смысл Значит, что можно еще с матрицей сделать? Ну понятно, можно извлечь какой-нибудь элемент Если я возьму матрицу A И возьму там, не знаю, 2.1 Это какой будет элемент матрицы? Вторая строка Да, вторая строка, первый столбец Так, ну и там можно, соответственно, матрицу поменять Что еще там, кроме определителя? Ну ладно, в общем, с матрицей, наверное, это все, что вроде мы прошли Обращение Да, наверное, с матрицей можно говорить Соответственно, комплексные числа тоже есть То есть, если я наберу там Раз пошла речь, давайте, там были матрицы Давайте я вот здесь напишу Vectors Плюс matrix Здесь у нас будет Complex numbers Ну то есть, можно там, не знаю 5 плюс 6i Причем надо слить, написать циферку И помножить на, я не знаю 2 минус 3i Вот, соответственно, прекрасно умножает Может, да? Он может трансформировать Какую-нибудь полярную форму? Может, ответ такой, что ты можешь посчитать длину Ты можешь посчитать длину Ну то есть, еще раз, надо не забывать, что он считает не корнями, да? А он численно считает Поскольку R предназначен для работы с данным Он-то не корень там из 5 напишет, да? А он посчитает Ну то есть, я могу посчитать длину Absolute value, это длина, да? И я могу посчитать аргумент Если я напишу арг 2 минус 3i То вот он аргумент Соответственно, вот ты, пожалуйста, полярная форма Это 3 и 6 Ну 3 и 6 это длина А вот это, это угол, это Ну, соответственно, полярная форма будет 3 Только она, проблема в том, что она вот не в pi записана А проблема в том, что, ну то есть, если про домашку говорить То есть, если говорить в реальности, то как бы Те же реальности не плевать, она как в pi записана И она вот так написана числом, минус 0,9,8,2,7 А можно? Можно, конечно Ты же, ну то есть, ответ такой Можно посчитать, сколько это в pi будет То есть, ответ такой, еще раз R не предназначен для символов вычислений То есть, если ты хочешь ответ в виде косинус pi Вот именно, чтобы было pi То нет Но ты примерно можешь посчитать Pi прошито То есть, ты можешь набирать pi 3,14 И ты можешь, в принципе, сказать Сколько это в pi Вот я возьму аргумент Поделю на pi Ну это, соответственно Минус 0,31 pi То есть, соответственно Мое комплексное число Это 3,6 помножить на косинус От чего? От минус 0,31 pi Плюс и синус от минус 0,31 pi То есть, pi как бы есть Ну вот, ответ выводится численно Так, ну, соответственно Что там есть? Можно, соответственно Посчитать там Ну, я не знаю Там Ну, в степень возвести 2 плюс 3i 2 плюс 3i В пятой Можно Экс написать Ну, вот в такой форме Ты можешь получить Не знаю Pi помножить на 2 плюс 3i Вот так можно сделать Окей Ну, тут не видно Совсем хорошо Комплексную часть Давай 1i помножим А, потому что Оно очень маленькое Давай возьмем Что-нибудь Типа Вот так 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 Хорошо Ну, можно проверить Что экспонента От Pi Помножить на 1i Это минус 1 Так Что у нас дальше будет? Хорошо Значит, с комплексными числами разобрались Ну, поделить тоже можно Я надеюсь, понятно Давайте пойдем дальше Понятно, что R Он хорош тем Что он Открытый, бесплатный Его любой желающий Может дописывать И желающих Из-за этой Открытой бесплатности И кросс-платформенности Очень много И поэтому R Написано Более десятка тысяч пакетов Там И биологи Там ДНК Там Делают И там Не знаю Физики Какие-нибудь Дифуры И там Ну, в основном Это аналитика Что касается Статистических Данных Графики Там Всякое такое Ну и давайте Я, соответственно Воспользуюсь Несколькими пакетами Так, как мне называется Пакет, который решает Линейный Задача линейного программирования LPSolve Он называется Ну, то есть Как найти нужный пакет То есть Вы можете Там Загуглить Там Не знаю How to Solve Linea Programming Intumbar Вот И, соответственно Вот Ну, там Вот Package LPSolve Там будет Первый Вон Курс На Курсере А Второй Там Это Нужный Пакет Вот Соответственно Вот Если мы Ну, то есть Понятное дело Что там Можно Почитать Я как бы Сейчас Не буду Читать Давайте Сделаем Linea Programming Вот Соответственно Как установить Пакеты Надо залезть Tools Install Packages Но при этом Должно быть Соединение С интернетом И надо Набрать Имя Пакета Ну, вот Я посмотрел Пакет Называется LPSolve Который Решает Задачи Линейного Программирования Пакет Надо Ставить Один Раз То есть Установка Пакета Это значит Что он Из интернета Скачается К вам На Компьютер Вот Ну, давайте Сразу поставим Еще парочку Других пакетов Смысл которых Я, наверное Потом Как-то Объясню Брум Что там Нам надо RGplot2 Deplir Max Leak Что еще Ой Не Deployer А Deplir Так Что еще Ну, вообще На самом деле Пакетов Много И Так Ну, сегодня Я, конечно Не буду Чего-то Все равно Не успею Вот Ну, я буду считать Что нажал Install Она там будет Ставиться Я просто Не хочу Трать время Они у меня Уже стоят Хотя нет Давайте Я что-то не уверен Я всколько Переустанавливал Я не уверен Что у меня LPSOL Стоит Поэтому я поставлю Вот Ну, нужен Connection С интернетом А так-то Оно Ставится Довольно Быстро Вот оно Хоп-хоп-хоп Вот Все Готово Теперь Ну, понятное дело Есть, конечно, встроенное То есть, если вы знаете Название функции Вы можете набрать Help И название функции Вон, почитать Про экспоненту Например Вот Там с примерами Совсем Но, как бы В реальности Проще в интернете Загуглить Что-то нужное И почитать с примерами Вот Давайте решим Какую-нибудь задачу Линейного программирования Так Мне бы ее надо На доске выписать Я тут взял Какую-то От фонаря Ну, давайте Я Поскольку Тут неудачная аудитория Тут, как бы Доску загораживает Слушайте А зелеными видно, да? Да Вот Ну, давайте решим Какую-нибудь задачу Линейного программирования Тут от фонаря взял Соответственно Давайте возьмем Скажем Такую задачу Я вот задам Матрицу А Пусть у меня будет Какой-нибудь вектор Вектор, вектор Пусть будет вектор А маленький Это будет вектор Что-то Это можно вообще От фонаря Я что-то не думал Особо 1, 2, 1, 1 Ничего не так Просто Чтобы решение было Потому что Если решения нет То как-то будет скучно Но выдаст компьютер Что-то нет Давайте Что-нибудь Решим Так Вот это будет вектор А А матрица А Это будет матрица Из того же вектора А маленькая Только там будет Три Три строки Вот Соответственно Матрица А Что-то я не то сделал 1, 2, 1, 1 А Вот я не добрал единичку Вот Соответственно Это у меня будет матрица Ограничений Окей То есть у меня будет 1, x1 Плюс 1, x2 Плюс 1, x3 Да Это будет Понимаете Да Хорошо Вот Ну и давайте теперь запустим Задачу линейного программирования Давайте Напишем там что-нибудь типа Солюшн Еще раз Солюшн это я как хочу объект Так и называю Солюшн А стоп Надо активировать пакет То есть когда вы скачали пакет Этого недостаточно Чтобы начать его использовать Вы пишете Лайбрери И название пакета Вот я установил пакет Который решает Задачу линейного программирования Вот я его активировал Лайбрери LPSOL Соответственно Я могу сказать Что вот Солюшн Равняется Еще раз Солюшн это я назвал Это можно было назвать тут Корова Давайте назовем Корова Вот здесь вместо Солюшн Напишем Корова Чтобы еще раз вы понимали Это просто Название нового Создаваемого объекта Корова Равняется LP И дальше Я Поскольку у меня Разрешение экрана Когда подключается Это проектор Не позволяет В одну строчку Много писать Я поэтому В несколько строчек Наберу Оно может Яснее будет Соответственно Сначала Мы пишем Что у нас За задачи Максимизации Или минимизации Пусть будет Задача максимизации Потом мы пишем Вектор Коэффициентов В целевой функции Ну пусть будет 2 3 4 То есть еще раз Что это такое Это коэффициенты Целевой функции Это что я буду Максимизировать 2x1 Плюс 3x2 Плюс 4x3 Окей Норм Ну целевая функция Дальше Соответственно Матрица ограничений Конст мат Это матрица А Я ее сюда не буду писать Но мы ее все Типа видели Вот она матрица А Это матрица ограничений Потом мы пишем Какие у нас Неравенства Конст Дир И вот так пишем Ну соответственно Он тут Воспринимает Ну раз задача на максимум То ограничения Такие вот будут Меньше либо равно Но компьютеру все равно Мы можем задать Неканонические То есть мы можем В другую сторону задать Или часть неравенств В часть равенств Ну то есть это означает Что у меня вот Ну у меня 3 ограничения То есть вот по первому Будет там x1 плюс x1 Ну плюс x2 Плюс x3 Меньше либо равно Сейчас укажу правую часть Поэтому 2x1 Плюс 1x2 Плюс 3x3 Меньше либо равно Сейчас укажу Чего Окей Это матрица Вот это ограничение Если бы у нас были Всякие ограничения Разные Вы бы задавали Что-нибудь там Или вообще Слушай Может быть у него Может быть у функции Есть какое-то дефолтное поведение Тогда бы написать Здесь равно Здесь равно Здесь равно Может быть функция Это по дефолту Считает их равенствами Я не смотрел документацию Точно можно указать Явно Ну можно проэкспериментировать Сейчас попробуем Не указав эту опцию Можно посчитать документацию Вот И соответственно Матрица правых частей КонстRHS Давайте 10 20 30 Вот Еще раз Чего я задал В задаче линейного программирования Я задал Куда Минимум Максимум Я задал целевую функцию Это коэффициенты 2x1 Плюс 3x2 Плюс 4x3 Максимизирую А вот эти описания Констмат Констdir И констRHS На right hand side Они все идут про Слушайте Ну я вот у себя на экране Выделяю этот момент Тут Четыре Если присмотреться Она слегка голубенькая Посмотрите Вот здесь Вот выглядит Она слегка голубенькая Вот если присмотреться Ну воображение Все хорошее Ну вот смотри Сейчас вот я уберу Да Вот здесь Туда прям смотреть Да Вот если туда смотреть Туда заметно Вот Соответственно Вот эти вот Три пункта 78 79 80 Строка Они относятся к ограничениям То есть это левая часть Ограничений Матрица А Right hand side Это правая часть Ограничений Ну и соответственно Как левая Соотносится с правой Должно быть меньше Либо равно Да У нас допустим Размерности То есть это Я написал Размер 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 2х3 Она может Там не знаю Матрицу Здоровых размеров Вот Соответственно Мы запускаем Наше счастье Вот И как бы Она говорит Давай дальше Давай дальше То есть Все Решила Но ответ Естественно Не выдала Потому что Почему она По умолчанию Не выдает ответ Ну потому что Мы сказали Решить задачу Линейного программирования И помести результат В объект Корова Соответственно Просто бывает Такое Что вы Что-то огромное Вы можете Там цикл Запустить Оценить Там Не знаю 20 тысяч моделей Ну как-то глупо Их все вводить На экран Вы там Отберете Потом Одну из них Выведите Только ее Которая там Лучшая По каким-то Характеристикам Вот Соответственно Корова С формальной точки зрения Вот Которую мы получили Это список В котором содержится Куча всего Можно набрать Корова Нажать Доллар И посмотреть Что находится В этом списке И тут находится Куча всего Вот Что Что компьютер При этом посчитал То есть Вот там Двойственная Двойственная задача Там Ну и так далее Смотри Бывает такое понятие Вот смотри Есть Вектор Есть матрица А есть такой объект Который называется Список Вот И соответственно Я могу создать Любой список Список уже может Содержать разные объекты Ну например Напишу Давайте Список Равняется Лист Ну и тут В список Войдет Число 5 И Вектор В Из 1 2 3 Вот Вот я создал Список В списке Могут лежать Могут лежать Совершенно Разные объекты Список Удобно Представьте Как мешок Вот я например Из списка Могу извлечь Число А А могу Из списка Извлечь Вектор В То есть Список Это набор Из двух Объектов А А И В Окей И еще Куча Всякой Ну там Тестатистики Всякие Которые проверяют Гипотезу О коэффициентах То есть В одном списке Возвращается Куча всего Про регрессию Вот в этом списке Корова Содержится Куча инфы Про результаты Оценивания То есть С какой точностью Была решена Задача Там куча всего Но нас интересует Таких вот Ну По рабоче-крестьянски Если говорить Ну тут Немного Тут Вот Из Лист Да Соответственно Вот если я посмотрю На корову Нужен ответ Что там есть Вот нас интересует Соответственно Что тут есть Вот solution Да Это соответственно Точка экстремума И интересует еще Ну то есть Вот это Экстремум Пойнт Да Ну надо проверять Видишь У меня же понравились Значит что-то У тебя Не так Ну то есть Смотря где Может быть ты Кавычки Вот в кавычках Должны быть знаки Не Можно в одинарных Поставить Без разницы Двойные Одинарные Главное чтобы они Парные были Вот так тоже пройдет Вот Соответственно А еще есть Корова Обжвал Это соответственно Значение максимума Это Максимал Велью Вот Ну solution Это где Точка Экстремума А Objective Велью Это соответственно Значение целевой Пункции Окей Соответственно Задачи линейного Программирования Тоже Разобрали Так Что у нас дальше Ну Что попробуем Можем Попробовать Да Давайте например Максимум Нелинейной Функции То есть Или минимум Лучше Минимум Давайте Минимум Давайте Задача Минимума Что Да 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 Можно Можно вот Например Вот здесь Поставить Равно А здесь Поставить Больше Либо Равно Что Просто меньше И просто больше Смотри Мы говорили На тему Здесь все-таки Надо немножко Понимать Я думаю Слушай Я не уверен Давай попробуем Я думаю Что нет Я думаю Что он ругнется Но я думаю Что тебе никто Не мешает Решить задачу Хотя Слушай Давай попробуем Вообще Неплохо Почитать документацию Смотри Если мы нажмем Help LP То что Она позволяет Делать А смотри Вот такой Такой Смотри Всякий Позволяет А не Не Смотри Все-таки Вот это Это одно и то же In each pair The two values Are identical То есть Вот это Будет интерпретироваться Точно так же Как меньше Либо равно А что значит Два знака равно Два знака равно В данном контексте Тут написано Что In each pair The two values Are identical То есть В данном случае Все равно Писать Два равно Или одно равно Два равно Используется Для сравнения То есть Когда мы сравниваем Два объекта То мы пишем Двойное равно Поэтому давай Вот здесь Напишем Все-таки Вот так Вот так Сработает Почему А потому что Надо вот Судя по документации Вот так Писать Больше Либо равно Вот Можно Вот такую Смешанную Вот Без проблем Она ее Тоже решила Ей Как бы Все равно Ну Правда Точка Получается Другая Ну Что делать Так Хорошо Поехали дальше А Просто Задача Минимизации Нелинейная Non-linear Minimization Minimization У меня со временем Проблем Значит Тут Какое дело Тут самое сложное Это описать функцию Поскольку Мы как бы Конфютер Должны Сказать Какую функцию Мы минимизируем Если там Все сдавалось С матрицами Вот Матрица В левой части Вектор Правый То здесь Как бы Надо задать Функцию И Тут Это самое Сложное О Давайте Кстати Подключим Пакет Еще один Давайте Для Минимизации Еще такой Полезный Пакет Он собственно Для максимизации Правдоподобия Но Нам он Довольно Пригодится Он содержит Некоторые Очень удобные Функции Для Оптимизации Давайте Зададим Функцию Значит Как задается Функция Мы пишем Ну Какое-нибудь Название Для функции Давайте Функцию Назовем Fun Мы можем Любое Другое Имя Необязательно Fun Равняется Function Дальше Мы должны Указать Ну То есть Вообще Что собой Представляет Функция Функция Это Такой Черный Ящик Засовываешь Туда Функция Внутри 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 Функции Что-то На входе Потом Идут Какие-то Вычисления То есть Функция Она Вот так В целом Устроена Тут Какие-то Вычисления А потом Надо Вернуть Output То есть Функция Устроена Так Что-то Подается На вход И Что-то Считается На выходе Согласны А тут Где Троеточие Тут Какое-то Вычисление Которые Преобразовают Input В Output Любая Функция Так Устроена Ну Давайте Возьмем Функцию Ну Я не знаю Чтобы Мы точно Могли С Смыслом Сказать Устанную Экстремию Чтобы Проверить Что Куда Попадает Было бы Обидно Что Ну Не знаю Давайте Возьмем Квадратичную Функцию Будем Минимизировать Функцию Х-5 В квадрате Плюс Х-2 Минус 3 В квадрате У нее Ну Давайте Будем Зададим Функцию Давайте Я даже Напишу Х-1 Минус 5 В квадрате Плюс Х-2 Минус 3 В квадрате Вот Понятно Что Экстремум Минимум У этой Функции Должен быть В точке 5 3 Согласна Вот Давайте Зададим Такую Функцию Давайте Зададим Такую Функцию Значит Функция Будет Зависеть От Х Но Х Это Вектор Да То есть Не забывайте Мы В Р Работаем С Вектор Х Это Вектор Окей То есть Х Это Не одно Число Это Два Числа Добро Так Хорошо Если вы поняли Как матрицу Адресовать Вот здесь Элементы Матрицы Я про вектор Не показывал Про матрицу Показывал Вот А в квадратных Скобках 2 1 Это что такое Вторая строчка Первый столбец Как мне Из вектора Х Взять Первый Элемент Ну как В квадратных Скобках Надо Что Первый Элемент 1 Да Соответственно Я вот здесь И пишу Что у меня Значит Ну какой-то Ф Равняется Х 1 Минус 5 В квадрате Плюс Х В квадратных Скобках Второе Минус 3 В квадрате И Возвращаю Вот Ф Да Значит Пробегаюсь Ctrl Enter То есть От 97 Строки До 100 Можно Выдлить Один раз Нажать А можно Встать На 97 И пробежаться Четыре Раза Да Ну я Понимаю Что Понимаю Что Вот эта штука Плохая Да Х 1 Минус 5 В квадрате Плюс 2 Минус 3 В квадрате Ну не знаю Ничего Не поделаешь Там Это Плохая Что Возвращает Ф На вход Подается Х На выходе Ф А как считается Ф То есть смотри На функцию Ты в функцию Засовываешь Засовываешь Вектор Х А выход Она тебе Подает Число Ф А как Связано Ф И Х Объяснено В 98 Трочке Нет Х Это Вектор Х В скобочках 1 Это Первый Элемент Вектор Дальше Мы ее Будем Вызывать Мы сейчас Скажем Посчитай Нам Функцию От чего-то Ну например Если я посчитаю Нашу функцию Фан От То есть Еще раз Мы задали Сам процесс Как считать Функцию А дальше Ее можно Посчитать То есть Я могу Дальше Написать Функция От Ну какой-нибудь Вектор Не знаю 3 4 Да Вот Давайте Я вот так Напишу То есть Я взял Вектор Состоящий Из тройки И четверки И к нему Применю Функцию Сколько Получится Получится 5 Если я возьму Свою функцию И применю К вектору Не знаю 2 Минус 3 То сколько Получится 45 45 Да Вот А вот Теперь мы Можем Компьютер Когда вот У нас Функция Заданная Да Если мы поставим Не конкретные числа Например Одновременно Символ Смотри Еще раз В R Нет Символьных Вычислений То есть Написать Там X Мы не можем Ну то есть Мы можем График построить Можем взять Там Тысячу чисел Можем взять Тысячу чисел Построить График Просто написать Там Несуществующий Объект Мы не можем Еще раз У R Другие цели Цель Мы можем Построить Там Что человек Зафиксирует Какое число Подставляет То есть Просто подставить Переменную Ответ Зависит Например Ответ Нет Это называется Символьные Вычисления То есть Задача R Другая Задача R Это обработка Статистической информации Где у тебя Есть все цифры То есть Другой Ну то есть В принципе Можно написать Но чтобы Работать Символьными Вычислениями Тебе Нужен Скорее Система Сейдж То есть Вольфрам Дает Какие-то ошибки Ложовые На некоторых Примерах Интегралы Некоторые Не может взять Если нужно Что-то мощное Символьное То это Надо использовать Сейдж Сейдж Предназначена Для Ну пишется Большой Ну Сейдж Как Мудрер Она Открытая Бесплатная Тоже Опенсорс И т.д. И т.п. Вот Вот Если Задача Заниматься С такой Символьной Математикой То Тогда Это Сейдж Вот Соответственно Мы можем Минимизировать Соответственно Написать Функция Которая Минимизирует Называется NLM Вот Соответственно Что нужно Задать Функции NLM NLM Нужно Задать Нашу Функцию Которую Мы Минимизируем А еще Нужно Задать Стартовую Точку Потому Что Вот Есть Такая Большая Проблема Что К задачам Оптимизации Сводится Практически Все На Кобзилле Вот Все Это Задача Оптимизации Что-то Минимизирует Минимизирует Не знаю Оценить Модель Какую Регрессию Туже Но Это Минимизировать Сумму Квадратов Остатков Там Оценить Какую-то Более Сложную Модель Ну Там Максимум Правдоподобие Часто Возникает Там Не знаю Выбор Оптимального Портфеля Тоже Задача Оптимизации И поэтому Задача Оптимизации Они Постоянно Возникают Они Некоторые Попроще Некоторые Посложнее Что Она Будет На компьютере Решаться Ну Не знаю Несколько Суток Если Не Недели Это Норма Судачи Оптимизации Бывают Очень Разные И поэтому Какой-то Одной Функции Которая Минимизировала Или Максимизировала Любую Задачу Ее Нет Есть Куча Разных Алгоритмов Минимизации Максимизации Есть Алгоритмы Которые О Он Заточен Под Задачи Не Его Программирования Дашь ему Любую Сдачу Дневного Программирования Он Любую Решит Это Функция LP Sol NLM Это Функция Общего Назначения Она Пытается Решать Задачи Минимизации Ну Понятно Что Любая Максимизация Переделается Минимизация Вот Она Устроена Локально То есть Как Она Устроена Ей Говоришь Вот Найди Миниум Этой Функции Вот Тебя Стартовая Точка И Она Посчитала Градиент Градиент Туда Говорит Ну Раз Туда Функция Растет Я Пойду Обратно Ну Сделала Какой-то Шаг Шажок Ну Некоторые Алгоритмы Рассчитывают Шажок Длины Сделать Снова Посчитала Градиент 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 Туда Функция Растет Ну Я Миниум Еще Я Пойду Туда Вот И Пошла Туда Ну И Потом Снова Пересчитала Градиент Окей И Вот Так Она Делает Шажки От Стартовой Точки И Хоп И Дошла Когда Градиент Говорит Ноль О Я Пришла Понял Да Естественно Это Может быть Локальный Экстрем В смысле Миниум Да Абсолютно Точно НЛН Она Найдет Вот Таким Итеративным Алгоритмом Стартовой Стартовой Точки Она Найдет Локальный Экстремум Он Во-первых Локальный Во-вторых Он Может Если Там Много Локальных Он Может Зависеть От Стартовой Точки Но Тем Не Менее Для Функций Для Которых Либо Один Глобальный Экстремум Либо Ты Знаешь Примерно Ну То есть Они Там Далеко Отстоят Эти Локальные Экстремум Ты Знаешь Какое Тебе Нужно Ты Стартуешь Примерно Днем Ответ Такой Что Надо Смотреть Зависит От Алгоритма Зависит От Функции Еще Раз Надо Понимать Что Ну В НЛМ Там Прошито Мерзко Алгоритмов То есть Там Функция Одна Но Можно Выбрать Алгоритм Внутри Но Ответ Такой Что Бывают Мерзкие Функции Которые Компьютер Плохо Оптимизирует То есть Бывают Функции Которые Вот действительно Вот Идет Такое Поле Ровное Ровное Поле Поле Такая Функция А что Такой Чпыньк Максимум Он же Глобальный Кругом Поле Ровная Функция И тут Чпыньк Максимум Понятно Что Такие Функции На компьютере Оптимизируются Ужасно Плохо То Что Ну Вот Этот Алгоритм Например Он Естественно Не Сработает Потому Что Он Встанет Стартовые Точки Чудра Ответ Такой Что В общем Случае Задачи Ответ Такой В общем Случае Задачи Оптимизации Крайне Сложно Решить Бывают Задачи Оптимизации Которые Решаются Неделя Ни Не потому Что Компьютер Медленный То Что Математике Трудно Математикам Будут Придумать Алгоритм Который Решал Производ Задачи Оптимизации Ответ Какого-то Универсального Простого Способа Нет Вот Объяснил Один Алгоритм Который Использует НЛМ Она говорит Посчитала Градиент Пошла В противоположную Сторон Пересчитала Заново Пошла Пересчитала Пошла Для данной Функции Которую мы Выписали Все будет Окей То есть Неважно Из какой Точки Стартовать Игорь Давай Из какой Точки Стартуем 0 0 Вот Стартуем Из точки 0 Давайте Напишем Солюшен Равняется Вот Все Она быстренько Уже решила То есть Вот это Приглашение Говорит Да Давай Дальше Ну Соответственно Можно Посмотреть На этот Солюшен Посмотреть Что там Хранится Ну там Минимум Хранится Вот Наш Минимум Еще раз Мы видим Научную Запись Е Минус 27 Это Что такое Это 4 Помножить На 10 В Минус 27 И Если Мы Солюшен Что Тут Доллар Что Вот давайте Посмотрим Сколько шагов Она сделала Смотрите Она за 2 шага Смотрите Как она Ловко Вел То есть Это я Рассказываю А ей Потребовалось 2 шага Она Почитала Минус Потом Так Прикинула Ага Он Такой Длинный Я Когда тут Много Повешу Она Покороче Стала Куда Кого Смотрите Потребовалось 2 шага Всего Алгоритма То есть Да Фун Фун Вот Наш Фун Мы Фун Косинус Был Вот Ну и наконец Можно посмотреть Солюшен Что тут есть Ну наверное Эстимайт Это точка Ну вот точка Как ни странно 5.3 оказалась Окей То есть Если бы я точку Выбрал неудачно Ну допустим Минус 100 200 Да Готово 2 шага Жесть Да То есть Ну правда Вот Ну как бы Из-за того Что решает численно То Вот 4.9.2.2.10 Вот То есть Там Можно регулировать Параметр точности То есть Градиент там был Не равен Конечно Нулю Но на какой-то Градиент Примерно равный Нулю Алгоритм согласен То есть Вот у нее Градиент был 10 в минус 11 И она сказала Ну такой маленький Градиент Ну я уже в минимуме Дальше лень идти Вот Окей Так Соответственно А И давайте Я собственно еще использую пакет MaxLick Я его так и не использовал Вот в MaxLick В пакете Есть пара приятных функций Одна считает Градиент в точке А другая считает Матрицу Гесса В точке Ну то есть Если я напишу Ну для этого нужен То есть еще раз Где мы какой пакет использовали Потому что иногда непонятно Вот пакет LPSolve Без него не заработала бы Какая команда Да LP Она в базовом R Вот если вы просто установите R У вас команды LP нету LP появится только Если вы установите пакет LPSolve В принципе Ну опять же Про каждую функцию То есть я читаю HelpLP Вот здесь написано В документации Что вот LP В скобках фигурных LPSolve Значит команда LP Живет в пакете LPSolve Вот без нее Не сработает Вот все остальные команды Это были команды Из базового R То есть NLM Это команда базового R Ой уже пора Ну давайте последний Я посчитаю Градиент И матрицу Гесса Вот если я напишу Numeric Gradient И тут напишу Нашу функцию Fun И точку Какую-нибудь Стартовую 00 Это Градиент Нашей функции В точке 00 А если я напишу Да-да-да Ну как Есть функция Функция fun Есть точка 00 Вот это Градиент Этой функции В этой точке Вот Ну и соответственно Hessian Это кто будет? Кто такой Hessian? Да, это матрица Гесса Нет, это матрица Гесса В точке Сейчас, ну у меня Немножко не видно Что? Не, у нас никаких Ограничений нет Ответ такой, что С констрейтами дела Стоят Вообще говоря Задачи с ограничениями Компьютер решает плохо Там просто проблема Как бы Грамотно задать Вот переход По этому множеству Поэтому вот тут Есть некоторые проблемы С заданием множества Если множество хорошее Если множество хорошее Там, ну не знаю Квадрат Или гиперкл Там такой То на нем Можно организовать Там алгоритмы Хорошие Типа там Алгоритмы имитации Отжига Вот То есть есть хорошие Алгоритмы На квадратах На прямоугольниках А так вообще говоря С неравенствами Это сложно То есть с неравенствами Компьютер плохо работает Не проблема А R конкретно Любой другой пакет Точно так же будет Вот, соответственно На сегодня Мораль Что мы сделали Численно Максимизировали Линейное программирование Нелинейную функцию Без ограничений Комплексные числа И линейную алгебру На сегодня Хэппи-энд Будет домашка Да Домашка компьютерная Будет То есть возможно Не в этот раз Возможно я еще там В следующий раз Что-то насчитаю И не будет домашка Которую руками Уже не возьмешь Ну то есть там будут Задачи Которые там Ну матрица большая Уже будет Да, естественно Я выложу на него ссылку Именно за этим Я и записывал Да, естественно Спасибо